Юный музыкант Михаил Старостин уже почти год играет в оркестре Самара Тутти. Пока он только набирается опыта, но уже есть цель – настолько овладеть игрой на саксофоне, чтобы без проблем импровизировать, сочиняя мелодии на ходу перед восторженной публикой. А пока за ним наблюдают зрители фестиваля «Марш Победы» и его отец, который привил любовь к этому инструменту. Мне понравилось, как отец играл, он мне показал записи, и мне тоже захотелось на этом инструменте играть. Он мне, в принципе, понравился, и я больше люблю, мне кажется, саксофоны, в общем, всякие трупы и другие. Участвовать в фестивале «Марш Победы» – это высокая честь, поэтому участники стараются показать свои лучшие выступления. Оркестр детской музыкальной школы имени Кабалевского совместно с коллективом из Южного города специально для фестиваля подготовили дефиле. Это направление только развивается среди детских духовых оркестров. Три месяца мы готовились к этому выступлению. Для нас это очень важно, потому что воспитывает, во-первых, чувство локция у детей, воспитывает патриотический дух у наших ребят. Дефиле, собственно, это достаточно новое направление в нашем городе, особенно у детского оркестра. В рамках фестиваля все коллективы представили свои программы, а также вместе с водным оркестром из 300 участников исполнили прощание славянки и День Победы. Руководил массовой игрой ветеран военно-оркестровой службы Геннадий Иванов, который отметил, что с детьми играть хоть и сложнее, чем с обученными солдатами, в то же время свободнее. Вы знаете, с детьми приятнее работать. Как-то ощущаешь себя, что ты на месте, а там... Как обычно в армии. И они ведут много, и ведут много детей. У меня, а потом еще своего. Так что им очень сложно даже приходится. Я им сочувствую, но они очень рады и довольны. Фестиваль детских духовых оркестров Марш Победы – добрая городская традиция. Он проводится более 10 лет. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.